Середина лета. На рынках в магазинах появились бахчевые культуры. Медики и санэпидемиологи предупреждают, покупать ранние дыни и арбузы опасно. В инфекционную больницу Караганды уже поступили первые пациенты с пищевыми отравлениями. Как уберечь себя и своих близких от беды, пытались выяснить наши корреспонденты. Карагандинская областная инфекционная больница, как лакмусовая бумажка, реагирует на все изменения времен года. Летом поступает наибольшее количество больных с пищевыми отравлениями. Особенно страдают дети. До 25 человек принимает стационар после выходных дней. Есть здесь и любители больших полосатых ягод. Арбузное отравление вызывают пестициды, которые находятся в удобрениях и отвечают за быстрое созревание. Почему чаще заболевают дети? Дело в том, что как раз дети чаще не соблюдают элементарные правила гигиены. Или точнее сказать, что взрослые родители, бабушки, дедушки и другие, взрослые люди, которые присматривают за ними, недостаточное внимание уделяют вопросам чистоты и гигиены. Все-таки кишечные инфекции – это болезнь грязных рук. К счастью, случаи отравления бахчевыми культурами пока единичны. Карагодинский оптово-розничный рынок Шигыз принимает ежедневно сотни тонн бахчевых культур. Их везут с южных регионов Казахстана и от наших ближайших соседей. Рынок полон овощей, фруктов, ягод. Сегодня покупатели привлекают полосатые красавцы. К ним у нас единственный вопрос – вы уже покупали арбузы? Да. Не боитесь? Нет. И как они вам? Вкусные. А вообще арбуз покупаете? Скажите просто. Не боитесь брать? Почему нет? А вообще когда начинаете покупать арбузы? Что? Сотнюю вот взял. Нет, не боюсь. Я вчера внук привез. Нормально было. Нормально было. Вкусный, сладкий. Неделю назад начала покупать. И нормальный, да? Нормальный. Это одна категория покупателей. И у них есть на то основания. Не только вера в авось. Службы контроля на рынке работают день и ночь. Это надо брать на рынке. На рынке здесь все-таки проводится определенный санитарный контроль, лабораторный контроль за содержанием нитратов. Здесь работают две лаборатории. Одна – ведомственная лаборатория. Это фирма «Джаутрейд». И лаборатория Карагандинского областного центра «Экспертиза». Они ежедневно здесь находятся. Как не отслеживай качество продукции, каждый арбуз все равно не проверишь. Физически не получится. А ранние плоды и ягоды практически все имеют повышенное содержание пестицидов. Арбуз каждый выбирает по собственному усмотрению. Кто-то проверяет на мелодичность, кто-то хвостики, кто-то жмет, кто-то мнет. Но самое главное, мы не сможем никогда определить нитраты в этом арбузе. Для этого нужна лаборатория. Таких лабораторий на рынке Шегис две. У нас арбузы и дыни, когда только впервые здесь появились, были очень большие нитраты. Составляли 227, 228, 320 даже было. Мы за голову брались. И вот еженедельный контроль за вот этими арбузами и дынями, они еженедельно начали снижаться. Ведется специальная таблица по нитратам. Лаборатория оснащена переносным мобильным анализатором. Каждый день проводится до 40 экспертиз. Это дает результаты. Уже на настоящее время у нас идут арбузы и дыни при норме. Если у нас норма арбузов составляет 60, в данный момент я даже могу, ну у меня есть все это записано, 57, 52, 54, 59. Мы пошли на снижение. Каждый выявленный случай с высоким содержанием вредных веществ для человека в продукте доводится до сведения администрации рынка. А там уже решает, что делать. Фуры с товаром просто отправляются назад к поставщику. Самый опасный товар в арбузах – это нитрит матрия, который находится, используется как удобрение. И он, собственно говоря, при повышенном его содержании, естественно, может привести к пищевому направлению. Вторая категория покупателей критически относится к ранним бахчевым культурам. Арбузы покупаете? Нет. Почему? Боюсь. Когда стоит надо покупать? Вот в августе, со второй половины августа. Тогда можно. Нет и покупаем. Почему? Да потому что они начиненные чем-то. А как вы думаете, что это стоит? Мы уже отравились, поэтому ничего не покупаем. В это время нет. Почему? Боитесь? Мы в августе только покупаем. Ну, чтобы спелые были. Не напишенные ничем. Нет, еще не покупали. Почему? Ой, нет. Почему? До августа не буду покупать. Не знаю, боюсь. Еще не покупали. А вы еще забираете покупать? Да. А не боитесь? Боимся, поэтому еще и не покупали. А ведь вторая категория покупателей ближе к истине. Лучше переждать и начать арбузный сезон чуть позже. И ни в коем случае нельзя покупать арбузы из земли. Если сейчас зафиксированы единичные случаи, то кто знает, в каких условиях выращивали и перевозили эти арбузы и дыни? И не дадут ли они толчок к эпидемии? А главное, надо соблюдать культуру потребления. Арбуз все-таки это десерт. И надо знать, с какими продуктами его можно есть. И, конечно, после покупки его полосатую шкуру надо тщательно мыть щеткой. Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый Карагандинский.